Менеджер канала может без ведомого владельца канала продать канал. Менеджер канала при доступе и при функции владелец канала может сделать с каналом все что угодно. Очень часто нерадивые собственники канала передают адрес на который оформлен канал менеджеру и менеджер становится полноправным владельцем. Более того, я вам скажу из нашей практики, это реальная практика. У нас был клиент. Слово «был», потому что его сейчас нет у нас, но он был. И этот клиент вел канал. Мы ему делали аудит, все было хорошо, все было здорово. Канал хороший, отличный канал. И он в него вливал порядка трехсот тысяч рублей в месяц на протяжении года. То есть он в него влил, ну, порядка пяти миллионов рублей. Канал стрельнул и все пошло хорошо. Но в один прекрасный момент на канале появилась реклама, которую он там не размещал. Он обратился ко мне, я был удивлен, очень не менее чем и он, но попросив показать мне экран. Я зашел внутрь канала и увидел, что наш чудесный хозяин или владелец является владельцем канала YouTube. Но основным владельцем канала YouTube является фрилансер, который для этого человека за пятьсот рублей, за пятьсот рублей делал ему канал с нуля. То есть этот владелец канала, хозяин, реальный хозяин канала, который растил канал, который влаживал деньги в этот канал, который с этим каналом вставал, ложился, который там не спал, не ездил в отпуск, да, он развивал канал для своего интернет-магазина, сделал хороший канал, а оказалось, что это канал фрилансера. И вот это образцово показалось. А более того, когда мы обратились к этому фрилансеру и думали, что это недоразумение, и сказали, что, мол, так и так, что, может быть, вы забыли, но пора выбирать права основного владельца настоящему владельцу. Он сказал, нет, подождите, я два года являюсь менеджером этого канала и считаю, что компенсация в размере там двадцати тысяч рублей в месяц будет вполне уместна. То есть он предложил, чтобы мы дали ему полмиллиона рублей, тогда он, возможно, придаст права. А пока он отбивает свою зарплату размещением рекламы на этом самом канале. Друзья мои, вот это еще раз показывает, что человек сэкономил на профессионалах, потому что мы, когда работаем с владельцами, мы сразу говорим, заводите новый телефон, чтобы никто не знал. На этот телефон заводите джимайл адрес, почту. И уже на эту почту регистрируете канал. Точка. А потом этот адрес дает права администратора нашей компании. Но вы проверяете, что вы являетесь владельцем канала. Это базис, с чего надо начинать. Но услуги у нас стоят десять тысяч рублей. От десяти тысяч рублей. Услуги на фрилансе стоят пятьсот рублей. Жадность порождает бедность. Поэтому, коллеги, думайте, 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 постоянно. Звоните, пишите, приходите. Мы всегда рады новым друзьям.